Международный аэропорт Шереметьево, терминал С, при выходе и готовности не забывайте свои вещи. Так, у меня место у окна. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Пытаюсь как-нибудь освежить кожу, читаю. Перекусила быстренько. Конечно, очень-очень красиво за окном. Много не вовремя начала клеить маску, потому что нам пронесли пепет. Я взяла горетину с картошкой. И просто посмотрите, как красиво за окном. Субтитры создавал DimaTorzok Город. Молодежь, привет! Да, ребята, какие красоты! Какой здесь воздух! Очень красиво! Вот и наш отель. Красивый! В общем, я жду, пока меня зарегистрируют номер. Я заполнила сейчас все документы, которые нужны для нашей работы. И сейчас мы все ждем заселения. Здесь очень жарко. Я еще думала поехать в пальто, но поехала в куртки, слава богу. Просто невероятное желание поскорее заселиться. А у нас еще ужин по расписанию и потом еще вечернее мероприятие. И вообще я еще не рассказала про свои впечатления от полета. Итак, мы заселились. Наш номер. Вот такой. Симпатичненький. Я тут уже начала раскладывать вещи. И такой вот вид, конечно, лучше с утра смотреть, но не на море, а на город. Я, наверное, сейчас пойду в ванну и буду разбирать чемодан. Все, я собралась. Сейчас, надеюсь, успею на поздний ужин. Разложила пока только косметичку и аптечку. Тут стоят остальные вещи. Сюда пока только в чем приехала. Положила. Я поела. Я сейчас вышла. И, боже мой, какой же здесь воздух. Просто морской воздух. Он такой чистый, такой сладкий. Хочется прям дышать полной грудью. Бегу на наше совместное мероприятие. Больше чем путешествия. Знаете, в чем основная идея проекта «Больше чем путешествия»? Кто знает? Друзья, у меня две хорошие новости. Первая хорошая новость то, что я одна в номере. От меня отселилась моя соседка. И это очень круто. Конечно, возможно, меня одну все-таки не оставит и кого-то ко мне подселят. И еще хуже будет, если подселят ночью. Потому что еще не все прилетели. Кто-то из Владивостока, по-моему, прилетит только в полдвенадцатого по московскому времени. И может заселиться где-то в час. Вторая хорошая новость — это то, что у меня все-таки вид на море. И я это поняла после того, как я познакомилась с девочками. Завтра будет, наверное, невероятный вид. У нас очень завтра будет плотное расписание. Мне кажется, завтра будет один из самых сложных дней. Потому что я посмотрела, увидела расписание на ближайшую неделю. И вот завтра оно прям максимально набитое. Но завтра мы уже увидим университет Сириус. Я даже не ожидала, что вот в первый день мы его сможем уже посетить. Это очень здорово. У нас будет очень много лекций, локаций, заданий. У нас будет завтра в восемь зарядка уже. Поэтому все будет как в лагере в каком-то смысле. И сейчас я хочу пойти помыть голову, разложить все по местам. Потому что пока что я достала только самое необходимое. И лечь, наверное, спать. Потому что надо прям набраться сил. Вообще ощущение, как будто бы вот все сборы, аэропорт, посадка — это было вчера, а не сегодня. Потому что настолько длинный день. Еще мы сегодня погуляли с девочками. Покажу, кстати, что я купила. Большой анпекинг. Печенье, колбаса, сыр, хлеб. На случай, если я проголодаюсь, а столовая уже закрыта. И, конечно же, батончик. По-моему, я такой уже брала, и мне понравился. Доброе утро. У нас сейчас 7, почти 50. Начинается наш полноценный рабочий, так скажем, уже день. Подготовка к фестивалю полным ходом. И если вам понравилось это видео, и вы хотите продолжения, и если хотите посмотреть, как вообще проходят дни, наши здесь. Давайте наберем под этим видео 200 пальцев вверх. И так я пойму, что вы хотите продолжения. Подписывайтесь на другие мои социальные сети. И до скорых встреч.